Привет, друг, с тобой, Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2. В принципе, всё как всегда. И как вы поняли, в прошлой серии я всё-таки зря это сказал, ведь вы набрали 30 лайков, там даже больше, там около 40-50 лайков, что-то такое. Вот, очень благодарен за вашу, конечно же, активность. Конечно, активность собиралась это пару месяцев, или сколько уже, месяц где-то прошло с прошлого ролика. Если кто не понял, это ролик, в котором я продаю свои тачки за 1 рубль на аукционе. Мы едем, делаем на них какой-то эксклюзивный винил, и как первый эксперимент у меня было ВАЗ-2114, который мы купили в ролике с обновлением. Я её выставил на аукцион всего лишь за 1 рубль, и вы можете просто по ссылочке в описании пойти посмотреть, окупился я или нет, и как это вообще происходит, какой у меня там был винил. Ну, короче, всё, зайдёте, посмотрите, вот. И, в принципе, в этом ролике, вернее, в том ролике я сказал, что если ролик наберёт 30 лайков, то я солью вот этот офигенный просто скайлайн, просто офигенный. Вероятность того, что я окуплюсь максимально минимальная, хотя я это говорил и в видосе с щитыркой тоже, но буду надеяться, что мы всё-таки окупимся. Взял я его с БУ за 700 тысяч, как ни странно. Почему-то они стоят на БУ там по 900 тысяч. На аукционе они вообще по ляму, я видел, продавали один раз, когда обновление выходило. Вот, а теперь вот здесь такой вот офигенный перламутр, просто на ММР 140777, это чисто номера с комбана. Вот. И всего лишь за 1 рубль. Ну, конечно, там ставки будут. Мне интересно, сколько заберут его, за сколько просто заберут. Собственно, напоследок давайте посмотрим. О, на СССР руль крутится? Нифига. Я типа из тех людей, у кого сложно удивить, и здесь такой руль крутится? Нифига. Давайте сразу заедем, штрафы оплатим. Фиг знает, на что это влияет, а может повлиять. Чтобы сразу ни туда, ни сюда не ездить, чтобы было всё по кайфу. Вот. Полторы тысячи оплатить все нарушения. В принципе, мы можем. Деньги как бы есть. Вот. Садимся на наш скайлайн. Вот здесь парамоечка. Сейчас возьмём с пеночкой. Можно было бы ещё девочек нанять, чтобы они помыли. Но чё-то они сегодня не работают. В принципе, давайте жопку помоем, потому что это просто великолепная жопа у этого скайлайна. Вот вообще дизайнер скайлайнов, это просто гений. Ему просто прямая дорога в рай. За такие формы, за эту жопу с этим фонарем. Это просто пушка. Вот реально, пацаны, напишите в комментариях, что вам больше нравится, супра или скайлайн? Конечно, я знаю, многие любят супру, но мне тоже супра нравится, но я всё-таки, наверное, выбрал бы скайлайн. Всё, и теперь он помыт в таком просто офигенном изумрудном цвете. Итак, в принципе, второй пункт. Всё, как у видоса с четыркой, это будет винил. Я думаю, я всё-таки снимать это не буду, потому что там выйдет очень долго, поэтому я сейчас сделаю какой-то по-бырому винильчик. И мы продолжим. Чё, пацаны, готовы? Этот винил я делал около 30-40 минут. Там уже видно что-то красное, да? Видите, там какие-то значки. Сзади что-то видно? Не, не видно. Короче, раз, два, три. Символика Ютуба, то есть значок. Ставка равно видео, чтобы вы понимали. Дальше поднимаем и просто видим, что весь вини... А чё, кстати, по буквам? Не понял. Ливрей в стиле Ютуб-значков разной кучи навешали вот здесь. Сделали впереди типа 1 рубль. Ютуб-Ютуб, вверху видео, справа сабскрайб. Кто не понимает, это подписаться потом. Потом впереди возле номера Эван и по бокам Эван, чтобы было видно. Вот так мы где-то будем фоткать. Сейчас я только эти буквы отображу. И посмотрим, сколько, кстати, у нас слоёв-то вышло. 203 слоя, нифига себе. Опа-опа, пока я здесь перебивки снимал, вот здесь уже появилась щитырка и окушка. Офигеть. Значит, 5000 бесплатно получается. А, 7 даже, нифига себе. Заработали, заработали. В принципе, вот такой вот винил. Ну, не знаю, мне нравится. Типа, мне кажется, это какой-то более прикольный винил, чем тот, что было на четырке. На четырке это был колхоз, нацелен на кликбейт как бы. А здесь вот такое что-то стильное. Только чтобы я добавил, я бы ещё добавил ещё больше значков Ютуба. Вот здесь, возле двери добавил, вот здесь. Но мне уже, если честно, надоело. В принципе, кто купит, я надеюсь, он это не уберёт, потому что я старался чисто на память. Собственно, я думаю, пора прощаться с этим Скайлайном. Ты мне был хорошим другом. Конечно, я на нём почти не катался, ну да ладно. Хорошо, я тебя купил за 700 тысяч, мог продать за Ляма, Лям 100 где-то. Лям 100 где-то. Но сейчас продам его 100% в минус, 100% в минус. Что поделать, как бы. Начать аукцион, выбрать автомобиль, Nissan Skyline, начальная ставка 1 рубль. Цена выкупа 0, длительный 48 часов. Пишем комментарии. Легендарный Скай за 1 рубль, перламутр, фото, диски, номер, тюн, тачка, ютубер и ставка равно попадёшь в ролик. Всем удачи, топ, эвен и подтвердить. Да, и теперь летим как бы фоткать. Я думаю, вот такой вот ракурс это будет самый лучший, где видно все надписи, всё что мне нужно, куча значков. Нажимаем Enter. Всё. Получается легендарный Скайлайн Абул. Итак, лот добавлен. Заходим в мои аукционы просто. Кстати, вот 4-ка куплена, Ази85, тебе привет. Ну а я в принципе буду заходить там раз в его, не знаю, часа 4-5. Смотреть, что там по ставкам изменилось, что-то или нет. Но как мы поняли с экспериментом с Жигулями, вот с 4-кой, что самый сок начинается за 5 минут до окончания аукциона. Так, спустя полтора дня, ой, каких полтора дня, полдня, получается сейчас, час 29 уже 15 мая. То есть мы заходим на БУ рынок. Заходим в мои аукционы и... Сколько? Русик 840 тысяч? Уже? Сейчас я немножечко офигел. Ну как мне немножечко? Множечко. Я думал 1020 будет максимум. 840 тысяч, офигеть. Все, кто вставил перед этим, извиняйте. У нас получается полдевятого вечера. Заходим на аукцион. Вернее, прыгаем по текстуре. Аукцион. Давай прогружайся. Надеюсь там... Ну что, лямчик уже будет? Или не будет? Или никто не поставил? Иван Ковальчук поставил 924 тысячи 548. Но пока это еще нормально. Осталось до конца аукциона 23 часа. Ой, сегодня я поздно что-то проснулся. 12.24. Ой, проснулся сразу, короче. Заходим на аукцион. Там уже полтора ляма есть или нет. Аукционы. Лям 17. Тишинь 998. В принципе то, что и ночью. Да мне кажется, никто ничего не поставил. Как всегда, типа уже весь день стоит эта наставка. Никто ее не перебивает. Мои аукционы. А нет, Black Mamba M5 поставил лям 118.705. Если посмотреть по рынку, то мой гитарь пока что ставка на мой гитарь именно самая дешевая. Что-то у нас получается 2017. Два дня прошло с момента, когда мы поставили Skyline на БУ. Вернее, не на БУ, на аукцион. Аукцион, вот. Он, кстати, светился только что. Вот. Ставка рям 230. 577. Мне кажется, сейчас будет месиво. Тишинь 998. Тебе привет. А здесь купил Ace 85. Не знаю, Ace заработал бабки или нет. Короче, сидим сейчас и обновляем статистику. Давайте еще последний раз. Я хочу просто на него посмотреть. Осталась одна минута. Аукцион, конечно, еще не закончился, но я могу сказать, что это вообще не так, как с четыркой. На четырку вообще сначала никто бабки не ставил, а в конце началась дикая борьба. А с Skyline, наоборот, вначале все все поставили. Там буквально за пару часов уже набралось там 1800 или сколько там было. Я офигел. А сейчас осталась одна минута до конца аукциона, и никто ничего не ставит. Мне кажется, вот одна ставка должна быть. Вот должна. Вот ноль минут. Что, никто не поставит? Серьезно? Реально, походу, пацаны, все. Это окончательная стоимость, за которую я продам Skyline. Все, Skyline улетел. Тишин. Купил 998. Купил за лям 230 577. Реально, этот лот просто не похож ни на один. А, есть! Привет! Поздравляю со Skyline. Просто шейку, просто спламенный привет за то, что он мне помог. И дал мне, как он говорит, не петушиный поступок. Не, не петушиный, нормальный X5. Конечно, в новой оклейке мне больше нравится. Вот такой у него X на трех ушках, трех пятерках, 98-й регион, второй CCD. Это же, как это много стоит, мне кажется. Вот мой выезжает Skyline. Пушка просто, пушка. Как он взгляд просто приманивает. Он сразу выехал, сразу с аукциона и боком подъехал. Давай, короче, мини-интервью. Давайте спросим у него, давно он меня знал или нет. Или из аукциона именно узнал по этому, типа, пиар-ходу. На аукционе увидел тачку. Стало интересно. Прочитал описание. Не кликбейтный, нифига, не. Понял, что идет конкурс. Поставил ставку, перебили. Еще раз поставил. И вот мы в моей машине. Да, конечно, события неплохие. Следующий вопрос. Будешь ли ты оставлять такой винил или снимешь? И вообще тачку продавать будешь? Пацан, который купил у меня четырку на аукционе, говорил, что не будет ее продавать чисто как память. Вот, этот говорит, что тоже оставит. Нет, поставлю свой чип и буду на ней боком давать. Вот это пушка просто. Называется. Сделал винил, продал пацану. Он будет чисто боком катать, меня рекламировать. Вот это просто лайк сразу. Говорю, возможно, кому-то хочешь передать привет или задать вопрос. Он говорит, да не. Спасибо. Спасибо тебе. Я первый раз что-то выиграл. Просто так говорить, что я выиграл, это как-то... Как бы. Ну, это не выиграл, это купил. Я просто видосы снял. Вот. Ты смотришь себе привет, Тишину, и Шейху привет. Давайте им еще накинем там по десятке. Так что останется в таком стиле. Е. Ну, в принципе, на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Можешь добавить, спорить, диски другие. О, спасибо. На этом все. Вот такой вот видос вышел. Вот в таком мы экшене. Просто его заканчиваем. Просто пацан на Сливе раздает неплохо. Наш второй, так бы, участник нашего мини-шоу. Что вы будете, если сделать... Ну, если поставить тачку на аукцион за 1 рубль. Также напоминаю, что такая же серия у меня есть про 4-ку. Ссылочка на нее будет в описании. Можете посмотреть. Там тоже очень интересное интервью. И очень интересно развивались события. Все, кто смотрит видос, я надеюсь, всем привет передал. И давайте, как я и говорил ранее, давайте наберем 50 лайков под этим видосом. И в следующей серии мы поедем, купим что-то на БУ, либо на аукционе лямов за 3. А может, даже немного и побольше. И выставим также на аукцион за 1 рубль. Также сделаем какой-то мини-винил по типу такого, либо какого-то другого. Также поставьте лайк, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Напишите комментарий, чтобы его продвинуть в топ. Да, пацаны, не из бедных, я вам скажу. Вот, все. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.